Это программа День с Толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Трагедия, которая унесла всю семью. Директору скандальной турбазы «Глобус» вынесли приговор. Целый квест. Разбираемся, как работают пересадочные талоны на трамваях и троллейбусах в Барнауле. Игровая площадка и доменная печь. Как в городе планируют изменить привокзальную площадь? Владельца базы отдыха «Глобус», где в 2020 году погибла семья из четырех человек, признали виновным и уже назначили реальный срок. Напомним, отдыхающие отравились угарным газом от генератора, который по распоряжению директора турбазы разместили прямо под номером погибшей семьи. Владелец пытался скрыть генератор, но вскоре его нашли. Во время следствия вину он не признавал. Однако, благодаря значительной и кропотливой работе следствия удалось собрать необходимое количество доказательств виновности хозяина «Глобуса». Суд признал его виновным по статье и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. И к другой теме. Дорожники увеличивают пропускную способность на проспекте Калинина и улице Кулагина. Накануне там положили асфальт, чтобы водители могли быстрее передвигаться на этом участке, не проезжая через трамвайные пути. Тем временем, уже почти неделя прошла с того момента, как жители Барнаула начали пользоваться пересадочными талонами в районе Нового рынка. Но у многих пассажиров еще возникают вопросы. Можно, например, объединять несколько тарифов на транспортной карте? Можно ли расплачиваться наличными при пересадке? На все эти вопросы отвечаем в следующем сюжете. Это надо минимум на час теперь раньше выходить. То есть, если к восьми на парам, это не с другого конца города. Допустим, выходить уже в шесть надо минимум. Время притирки и новых маршрутов. Напомню, в Барнауле пересадочный тариф действует на трамвайных маршрутах «Единица», «Тройка», «Четверка», «Семерка» и на троллейбусах «Единица», «Шестерка», «Семерка». Сегодня в небольшое путешествие с пересадками мы отправляемся с представителем мэрии. Здесь вы можете увидеть цена поездки. Осталось вот сто минут. Билет дальше этот не обязательно сохранять на следующую пересадку. То есть, кондуктору его показывать не надо, так как в системе все отображается. Самое главное при себе иметь транспортную карту. Сто минут пошли. Это целых полтора часа. Отсчет начинается с того момента, как вы прикоснулись к картой к валидатору. В мэрии заявляют, что в эти сто минут реально уложиться, даже если вы едете с Балтийской. Теперь нам нужно выйти на новом рынке и дойти до остановки на Доме быта. Для этого мы воспользуемся пешеходным переходом, который здесь недавно обустроили. На это у нас ушло порядка десяти минут. Садимся в троллейбус. Напомним, на второй поездке деньги уже не списываются. Вот видите, цена. Ноль рублей. Остаток по карте 116. Здесь написано пересадочный билет. Большинство пассажиров, как говорят кондукторы, уже разобрались, как платить, как теперь ехать и где пересаживаться. Время, оно как бы дает знать, что идет все больше информации и что люди больше уже знают большинство. Возможность пересадки – это полноценный тариф, который вносится на транспортную карту. То есть, если ранее по транспортной карте вы платили 24 рубля за поездку вместо 28, теперь экономить не получится, тарифы не объединяются. Если вам необходим тариф с пересадкой, каждый проезд будет стоить 28 рублей. Причем любая поездка, даже если вы не пересаживались в районе Нового рынка, а, например, отправились вообще в другую часть города. Звонки, которые поступают, они думают, что вот транспортная карта, которая у них есть и тот существующий тарифный план, который у них был, они на нем могут воспользоваться бесплатной пересадкой на тех маршрутах, которые мы озвучили ранее. Вот проблематично то, что они не понимают, что когда у них 24 рубля, им не дают права на вторую поездку. Вот этот момент. Ну вот сейчас вы правильно сказали. Если билетики 24 рубля, у него нету, значит, тарифа вот этот пересадочного. Важный момент. Рассчитаться наличными при пересадке можно, но тогда придется платить два раза по 28 рублей. Так что лучше все же приобрести транспортную карту. Транспортную карту, ее почему вообще выгодно приобрести? У нее нет срока действия. Вы ее приобретаете, раз она стоит 100 рублей, закидываете туда деньги, тарифный план, и она может год лежать, месяц. Деньги не сгорают. В конце концов, как уже до этого сообщали чиновники, сейчас передвигаться на общественном транспорте будет гораздо быстрее, чем на личном авто. Несмотря на какие-то неудобства, которые просто надо пережить. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Привокзальную площадь Барнаула планируют изменить. Прибывающих в город гостей будет встречать символ, изображенный на его гербе – доменная печь. По словам автора проекта, планируется обустроить также автобусные остановки и усовершенствовать пешеходную зону. Как по итогу будет выглядеть обновленная площадь? Или нужны ли такие изменения барнаульцам? Узнавала Анна Рашагирова. Доменная печь о ней часто говорят, но мало кто видел, разве что на городском гербе. Но вскоре такой арт-объект, из которого, возможно, будет еще и вода, лица, иными словами, фонтан, появится у железнодорожного вокзала. Архитекторы сейчас как раз дорабатывают проект обновления при вокзальной площади. Формируется большое, полноценное общественное пространство, встречающее гостей города, на котором предлагается разместить вот такой новый въездной знак, арт-объект, который бы знакомил гостей Кривой столицы с историей города, с историей его возникновения. Из какого материала будет сделана доменная печь и как именно будет выглядеть, пока неизвестно. Проект все еще в разработке. Впишется ли в существующее пространство – тоже загадка, однако сама по себе доменная печь – лишь часть того, что предусмотрено проектом. А поработать есть над чем, об этом говорят и сами горожане. Хотелось бы что-то более радующее глаз. Может быть, зелень. Не знаю, посередине вот эта парковка, но не очень. В Советском Союзе можно было бы уже и получше сделать. А что поменять можно? Во-первых, парковаться надо людям, те, кто приезжают, провожать, встречать. А там тут же эвакуатор стоит. Больше секунды задержался, все. Хотелось бы, конечно, разгрузить эту площадь. В плане разгрузить? Ну, в плане, что автобусы, стоянки, видите, все забито машинами. В общем-то, город потерял бы. Раньше площадь была здесь очень красивая. В целом, обновление этой территории как раз-таки упорядочит движение, говорит архитектор. Зоны посадки и высадки общественного транспорта будут максимально приближены к зданию вокзала. К слову, так, гости города сразу будут видеть автобусные остановки, а не искать их, бродя через парковки и кусты. Кроме того, на территории сократят пересечение пешеходных путей и автомобильных проездов. Движение личного транспорта и такси осуществляется как через площадь с возможностью, то есть имеется остановка в начале пути. Есть проезд по так называемой аэропортной системе, когда есть контроль въезда на этот проезд. Дается от 5 до 10 бесплатных минут для посадки и высадки пассажира. И дальше контроль выезда при оплате, если лимит временной был превышен. А еще, обещают архитекторы, на привокзальной площади станет больше зеленых насаждений. Добавят лавочки, современные летние кафе и даже установят игровую площадку. Проект был рассмотрен на расширенном совете из представителей городской администрации, собственников, заинтересованных лиц. И в целом проект был одобрен, но с некоторыми замечаниями. В частности, мое замечание было даже не столько, может быть, к благоустройству. Мне кажется, сама концепция верная. Были замечания по покрытиям в одной плоскости, с проездом или не в одной плоскости. Но в целом именно сама концепция, основанная на приближении общественного транспорта именно к вокзалам, к железнодорожному и к автовокзалу, она абсолютно верная. Повторимся, проект все еще в разработке. После всех изменений, сообщают в мэрии, его представят барнаульцам. Пока неизвестно, сколько средств потребуется на благоустройство площади или когда именно начнутся работы. Но не раньше завершения реконструкции путепровода у нового рынка, сообщают в городской администрации. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Вместо прозрачного озера – Ил-Итина. В селе Шахи Павловского района популярный местный водоем начал зарастать травой и портиться. Сельчане забили тревогу и обратились к властям с просьбой спасти озеро. Сегодня в Шахах сделали первый шаг к очищению водоема. Выпустили мальков Белого Амура и Сазана. Подробности в сюжете София Яценко. Оно самое большое и ближе к селу. Четвертое тоже не маленькое озеро, но это ближе. Поэтому оно самое популярное. Правда, в последнее время былую популярность оно начало утрачивать. Из-за недостатка необходимых водных биологических ресурсов и должного ухода озеро стало цвести и зарастать травой, что вызвало волнение у местных жителей. В выходные дни очень много машин. Приезжают с детьми. А покупаться становилось невозможно, потому что травой заросла вода, это озеро, и вода зеленеет. И как-то вот, ну, стало просто жалко. Но обратиться было некуда. Тут прямая линия была. И я написала просто туда, думаю, будет что будет. После обращения на прямую линию губернатора Алтайского края Виктору Томенко на проблему внимание обратили. Проработать вопрос зарастания озера и принять меры для его очистки поручили профильному ведомству Минприроды. Для начала решили зарыбить озеро. Первая партия – 50 тысяч мальков Сазана и Белого Амура. Последний вид – травоядный, что поможет на стадии очистки и избавления водоема от растительности. Однако это только первый шаг к решению проблемы. Для того, чтобы этот малек развивался нормально, нужно проводить все необходимые комплексы мероприятий, в том числе аэрация в зимний период, это бурение лунок, обогащение воды кислородом, чтобы в весенний период рыба вся сохранилась и не произошло замора. К сожалению, в Алтайском крае 90% водоемов подобных прудов, они являются заморными. Если в водоеме хищные виды рыб, какое их количество, точно так же это зависит и от местности, где мы выпускаем. То есть мы подошли сегодня, посмотрели, поближе к камышам выпустили, поближе к траве. То есть пока она маленькая, она прячется именно в траве. Таким образом она выживает. Чтобы спасти озеро, необходим дополнительный комплекс мероприятий. А в идеале человек, который будет за ним следить. Самый простой вариант для сохранения этого водоема и этой рыбы, которую мы сегодня зарыбили, это создавать рыбоводный участок в данном, потому что рыболовный участок для промысла здесь не подойдет. Здесь только для товарного выращивания. Создавать рыбоводный участок и отправлять на аукцион. А там придет инвестор, который аукцион этот выиграет и уже займется серьезно этим водоемом. К слову, только в прошлом году в региональные водоемы выпустили 16 тонн рыбы и 6 миллионов штук посадочного материала. Этим летом планируют зарыбить более 30 водоемов края. София Яценко, День с толком. Завтра день охотоведа. В Алтайском крае сейчас свыше 74 тысяч охотников и 70 охотничьих хозяйств. Причем, несмотря на то, что они сезонно позволяют стрелять в животных, у них такая же задача, как у природных заказников – сохранять природу. Как это возможно, разбиралась Анастасия Наборщикова. Оставив сочный сток сена, охотник подстрелил лося. Но никто не назвал его браконьером. За этот выстрел мужчина заплатил 60 тысяч рублей. Мы в охотхозяйстве. Это место, куда люди приезжают убивать животных. О нем я особенно хочу рассказать, потому что, например, этой зимой я была в природном заказнике, особо охраняемой зоне, где отстрел животных вообще запрещен. Егерь мамонтовского заказника нам рассказал, что он неоднократно сталкивается с браконьерами. И, конечно же, это наносит вред нашей экосистеме. А здесь это все контролируется. Поэтому об этом хочется поговорить. Чтобы увидеть, как выглядит кормовая площадка, отправляем оператора наверх. Внутри домика скромно, хотя в других хозяйствах стены обшивают даже коврами. Что касается животных, то здесь, как и в заказнике, подкармливают их круглый год. Важно, чтобы кабаны, косули и лоси размножались и никуда не уходили. Среди соседей здесь два заказника – Абской и Большереченский. Поэтому в кормушку кладут и корма, и соль. Соль – лизунец. Лоси, когда подходят, они начинают вылизать. И вы понимаете, вылизывают так, что… Если бы было, в основном, часто мы делаем в осине, вот толстую осину, выпиливаешь, туда соли накидаешь, дожди идут, снег, она тает. На следующий год подъезжаешь, от осины остается одно название. Лоси все ее съедают, всю осину в хлам. Сергей Григорьевич Ахатовед. Его сын, брат и племянник тоже. Когда-то мужчина был одним из немногих на Алтае, кто получил высшее образование охотоведа-биолога. Да, отец всю жизнь был охотником. Ну, был, дай бог, он живой у меня. Охотничье хозяйство – это, ну, как любое направление в народном хозяйстве. Это как в магазине. Но если что-то взял у государства, надо за это заплатить. Не секрет, что сегодня государство продает лицензии на охоту. Лось обходится в 1250 рублей, косуля в 450, а кабан – в 120. Затем в охотхозяйстве идет наценка. За отстрел кабана уже охотник заплатит 17 тысяч, а за лося – 70. Разница уходит на восполнение животных и содержание всего хозяйства, в том числе базы отдыха. Приезжают ближайшие регионы – Кемерово, Новосибирск, также местный Алтайский край. Охотников у нас на сегодняшний день только, например, в Усть-Пристинский район около 600 человек, в Усть-Калманке около 700. Те, кто сюда приезжают, не могут подстрелить лося, если лицензия куплена на кабана. Установлен четкий свод правил и даже действий. Если по лицензиям, мы постоянно сопровождение с ними. Мы лицензию на руки не отдаем, а лицензию у меня постоянно. Без лицензии – это браконьеры, и тут их тоже хватает. С осени было заведено три уголовных дела. Казну края нарушители пополнили на 600 тысяч рублей. Каждый из них сверху заплатил и денежный налог. Ведь главная задача охотоведов, как и в заказнике – охрана животных. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня студенческие отряды дали старт летнему рабочему сезона. Более двух тысяч бойцов с Алтая уже готовы отправиться в Норильск, Озерск, Санкт-Петербург и Кемерово. Есть и те, кто в крае останется. Например, трудовые отряды школьников. Я съездила на профильную смену. Мне там понравилось, как ребята работают. Сама захотела. Этим девочкам по 14 лет. Уже скоро они отправятся в детский лагерь и отработают сразу несколько смен вожатыми. Студенты же займутся строительными и сельскохозяйственными работами. Некоторые будут работать по своему профилю – медицина, педагогика и сервис. Кстати, нам удалось узнать, что именно их ждет. Мы поедем на международную студенческую стройку «Кузбасс». Ага, что строить будешь? Ну, уже знаешь. Ну, примерно, да. Там разные объекты, школы. Мы поедем в детскую империю туризма. Мы сервисный отряд, но поедем в лагерь. Будем обслуживать детства, готовить им есть, убирать за ними. Едем за второй раз. Очень рады этому. Вообще, сколько удается заработать за смену? Ну, по-разному. В прошлом году, когда мы ездили, у нас смена обходилась 1200-1300. Ну, вообще, достойная работа. А студенты технического университета устроили танцевальный флешмоб. На сковородке было жарко и не только от солнца. Несколько десятков ребят разной национальности, а всего в вузе учатся представители 31-й, буквально зажгли, демонстрируя танцы своего народа. Подробнее в сюжете Софии Яценко. Вот так с энтузиазмом и под руссконародную песню студенты политеха открыли танцевальный флешмоб. Поддержать настрой, показать свои национальные пляски, а заодно и поздравить технический университет с юбилеем пришли несколько десятков студентов. Восемь народов, восемь танцев. На каждые по несколько минут, но даже за это время студентам из Монголии, Колумбии, Узбекистана, Египта и других стран удалось заворожить своим танцам всех без исключения. Настоящий фурор на раскаленной сковородке произвела темнокожая африканка. Все ребята поддерживали друг друга, повторяли движения. По их словам, такой флешмоб – хороший способ напомнить о традициях своего народа. Традиции должны чтить и помнить в любое время. В любое время традиции должны оставаться традициями. Каждый народ должен уметь танцевать свой танец. Немаловажно знать язык. Я думаю, это тоже очень важно. Сейчас есть люди, которые забывают свои родные языки, как и танцы. Это неправильно. Флешмоб завершили совместным танцем, как символ крепкой дружбы народов. Танцы – это классно! София Ценко, день с толком. А между тем, спикер Государственного совета Крыма предложил отменить английский язык в школах. Владимир Константинов заявил, цитата, об опасности тупого следования за чужой цивилизацией. Что думают по этому поводу барнаульцы? С этим вопросом мы вышли на улицы города. В свое время я очень благодарна, что именно в школе мне заложили вот такой пласт знаний именно благодаря английскому языку. Поэтому я считаю, что все-таки его нужно продолжать изучать. Независимо, с кем ты как дружишь, но языки надо знать. А какие языки бы предложили своим детям? Мой ребенок выучил английский, немножко немецкого. Хочет еще испанский выучить. Я считаю, что изучать английский язык вообще очень полезно. И вообще любой язык. То, что сейчас происходит в мире, но это совсем не важно и к этому не относится. Если человек хочет изучать английский язык, почему ему это стоит запретить? Ну, английский нужен. И как он тебе пригодился? Да, часто пригождается в жизни вообще. Ну как? Ну, в интернете, то же самое общение на английском. Дети должны знать мировой язык. То есть я не считаю, что это... Нормально. Ненормально отменять его. Впереди выходные, а это время для спорта. Куда сходить и на что посмотреть, выбор есть. Для любителей шахмат все выходные будет проходить краевой турнир среди сельских спортсменов. Ценителей танцев и футбола тоже не забыли. Подробнее в сюжете. В ближайшие выходные Барнаул станет столицей краевых шахмат. В финале сельских спортсменов в категории «Блиц», где время на шаг ограничено, сойдутся 12 лучших мужчин и женщин. В категории «Рапид», где каждому игроку дается час игрового времени на партию, примут участие 10 лучших по итогам полуфиналов. Напомним, более 100 шахматистов из районов Алтайского края приняли участие в отборочных турнирах за право сыграть в финале регионального сельского первенства. А вот любители танцев могут прийти в спорткомплекс «Победа». На краевые соревнования Кубок Алтая заявилось около 250 человек. От самых маленьких до взрослых. Зрители увидят классику танцевального спорта – вальс, самбо и ча-ча-ча. Это девочка такая, прямо девочка такая. В общем, девочка такая, и на ней хляюсь. Молодцы! И на десерт – его величество футбол. 29 мая в «Темпе» пройдет седьмой Кубок журналистов, посвященный памяти коллег, освещавших спортивную тематику. В этом году борьбу за главный кубок проведут четыре команды. Сборная ведущих, региональный Минспорт, Алтай Пресс и, конечно, команда Сибирской медиагруппы. К слову, на прошлогоднем турнире наша команда впервые в истории выиграла золотые медали. На этот раз предстоит Кубок защитить. Начало матча в 15.30. Дмитрий Дроздов, День с толком. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Продолжение следует...